ГТРК Вологда и Русфонд Ярослав Степанов любознательный и ласковый трехлетний малыш. Он любит игрушки, приятные на ощупь, рассматривает книжки. Ему нравится, когда папа подбрасывает его в мягком коконе и ходит с ним по движущейся дорожке. Все это не просто игра, а часть реабилитации. Ярик родился с редкой генетической особенностью, синдромом кошачьего крика. Это когда отсутствует фрагмент пятой хромосомы, порог сердца, дисплазия тазобедренных суставов, затруднение дыхания и засуженной гортани. И это еще не все. Врачи говорили, что ребенок будет жить максимум год и лечить его не советовали. Но родители не потеряли надежду и начали за Ярослава бороться. Представляете, вот когда ребенок целый год, он лежит, мы его не можем поднять. И когда ты приезжаешь на комплексную реабилитацию, и через неделю, через две у тебя ребенок просто так вот сел, неожиданно. А потом пополз и встал. Для нас это было, мне кажется, самое великое счастье. Много очень у нас целей. И мы видим, что все, что мы делаем, это не зря. Большинство сопутствующих диагнозов, в том числе и проблемы с сердцем, уже сняли. Есть задержка в развитии, есть ДЦП, но семья тратит все силы, чтобы улучшить состояние ребенка. Ярослав прошел уже несколько курсов комплексной реабилитации в Словакии, в Патуре, и Москве, и Петербурге. С каждым днем он делает все новые успехи. Огромный прогресс на лицо. Ребенок ходит, понимает речь, может произносить отдельные слова, общается при помощи жестов. Наша работа, наше хобби, наш отдых – это Ярослав. Каждое утро из Кириллова в Горице в сопровождении мамы. Ярослав ходит в самый обычный сельский детский сад, который занимается с психологом и логопедом. Дома развивающие упражнения продолжаются, но этого недостаточно. Проблем еще очень много. Необходим новый курс реабилитации в Москве. У Ярослава детский церебральный паралич, задержка психомоторного и речевого развития на фоне синдрома Лежона. Необходима госпитализация, надо укрепить мышцы, развить координацию движений и равновесия, мелкую моторику и речь. Стоимость лечения – 199 400 рублей. Семье в одиночку такую сумму не осилить. Отец служит спасателем в МЧС, кроме того, супруги ждут второго ребенка. Читатели газеты «Коммерсант» и сайта «Русфонд» соберут 166 400 рублей. Не хватает 33 000 рублей. Для помощи Ярославу отправьте на короткий номер 5542 смс-сообщение со словом «Дети». Стоимость одного сообщения – 75 рублей. Владельцы айфонов и телефонов на платформе «Андроид» могут привести пожертвования через мобильное приложение. Другие способы помощи – на сайте «Русфонда». Александр Антушевич, Алексей Гриценко, Вести, Вологодская область.